Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 25 февраля 2022 года. Так, настроение мрачное, догадайтесь с одного раза, с чем это связано. Я выходец с Украины. И одно из качеств нас, русских украинцев, это любовь к садам. Тут от нас не отнимешь. Поэтому я сжал свои нервы в клак, выключил телевизор, выпил таблетку от давления и продолжаю. Сегодня будем говорить о Белоруссии, но никакого отношения это к политике не имеет. Тоже садоводство. Великолепный край. И, как видите, чиновничество бьет на нас, наверное, это будет третья серия. Бьет на отмах по садоводству, по людям. Сейчас в этом убедитесь. Итак, начнем отсюда. Вот здесь вот у меня переписка. Я немножко затронул ее, но сейчас я читать ничего не буду. Я вам просто показываю. Вот это вот. Знаете, причем у нас по футболу проводятся чемпионаты. Но они считаются средненькими. Вот. Когда кто-то, один из этих комиков сказал, что представьте себе чемпионат мира, финал по футболу Бразилия-Россия. Как хохотал зал. Вот. И теперь покажу пример футбола из науки. Итак, вначале я отправляю все материалы, диски учебные, особые избранные фильмы для Путина. Книги отправляю. Ну, в каком близости нету книги. А, нет, ладно. Я их уже не раз показывал. Может, в конце еще покажу. Вот. И начался футбол. Администрация президента отправляет в Академию наук. Эпидемия наук отправляет. И Менсельхоз. Менсельхоз отправляет. Вот. Или наоборот. Хрен поймешь. Кто этот нападающий, а кто полузащитник, а кто защитник, кто брата. Вот. И потом идет Менсельхоз. Потом идет отраслевой институт селекционный. И приказ дать ответ Железову. Ответа нет. И тогда, значит, я с огромным восхищением это все переадресовал в Белоруссию Лукашенко. Вот. Видите, это я попутно рекламирую Менсельхоз. Совершенно тупиковое направление. Вот. И вот оно оказалось в республике Беларусь. Там отнестись серьезнее. Там не стали футболить. Прочитали, дали вежливый ответ. То есть, они меня погладили по голове и сказали спасибо. Но это то, что по вашему мнению, эта дикость Беларуца садится в бессмыслице. Мировая практика этого придерживается. И белорусы, которые вроде бы относительно теплый край. И все-таки не это, не Италия. Умудрились работать. Делать вид, что работает. Есть министерство. Вот оно, видите. Вот этот товарищ взял и так меня поблагодарил. Правда, это мы проходили. Вот. И книга ваша замечательная. Для датчиков, да. А так вот, мы будем говорить про датчиков. Почему? Потому что здесь... Смотрите, внимание, почему я сейчас их сесть буду. Они это... Веже, веже. И так, значит, достичь, позволяют достичь высокого уровня производства и вести плодоводство на промышленной основе. Значит, что было дальше? Вспоминаем. Вот это страшная вещь. То есть, они сидят и делают вид. Помните, как это говорил? Это все потомки нашего незабвенного, этого самого, который, я говорю, киса, надувайте щеки. Вот смотрите, как они надувают щеки. Я пусть это вы видели, да. Вот я, почему я буду говорить про датчиков? Я сейчас садоводство. У меня тысячи фотографий таких. Вот. Возлагали большие надежды, миллиарду пустую. А министерство есть. А ответы пишут. А я им предложил технологию, когда вот это вот... Вот. Ничего бы не случилось. Это вы потом просчете. Это страшная картина, страшная. Вот это реальность Белоруссии. Это все... Еще есть этот... В Советской Белоруссии официальная, официозная газета. Где там страшные эти... Я сам эту картина читал, мне присылали ее в конверте. Вот. И вот, что получается. Это опять. Это ужас. Это выброшенные деньги. 20 гектаров засадить, 60 тысяч долларов потратить. Кусты не прижились. Это малина и смородина, которые не только не прижились. Ее только посади, потом в жизни не выкорчуешь. Это такая зараза. А у них не прижилась. Вот это и есть. Это дичь страшная. Но это походу. И вот я почему хочу продолжить эту тему. Смотрите. Итак. Вы, ребята, министер-хоз Белоруссии. А я надеялся, что хоть с Лукашенко подружусь. Ну, не самим, конечно, это было бы наглостью. А подружусь хотя бы с кем-то из министерства. И мы вместе начнем новую работу. Видите, тут ссылка на регламент. То есть, вот положено так и все. А то, что этот регламент, это 40 обработок ядохимикатами. Про это здесь не слово. Именно поэтому, по вашему мнению, это он меня цитирует. Настоящая искусственная форма хроны. Дикость, варварство, садин, бессмыслица. Да, это так и есть. Это 40 обработок. А у меня-то ни одной. Вот. И прошло несколько лет. Что могло измениться? Я уже критиковал, критиковал. А давайте посмотрим, что у нас там делается в этом самом, в этом царстве. Вот это вот набраю я как. Плодопитомники было очень скромно. Я нажимаю на самый верхний. То есть, не выбирая. И вот я смотрю. Где-то я эту яблонию, эту фотографию видел. Да, это не моя. Порядка двухсот. Мои фотографии присвоены. Я уже слова украли. Не могу применить. Есть свободный доступ, имеешь право воровать. Это был ответ. Один мой приятель взял и написал этот самый. Прямо МВД России. Туда, в Москву. Что железо обворовывают, а одни обмачки, они это. Ответ был такой. Раз свободный доступ, имеют право воровать. Вот. То есть, обманывать. Ладно бы это, но масштабы-то дичайшие, это миллиарды рублей. И вот я попал в Минске. Вот она, яблони, абрикосовы в Минске. Первый попавшийся я не выбирал. Что я делаю? Ребята, я вас учу. Значит, я сейчас беру и нажимаю вот так. Найти это изображение в Яндексе. Все, вам в чем понятно. Давайте смотреть. Это изображение в Яндексе. Сейчас я... Мне надо, знаете, что я сделаю? На минутку вернусь, осмотреть. Запись-то идет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, идет. Ладно, сейчас я начинаю листать. Глядите сверху. Вот. И сразу скажу. Вы сейчас увидите гигантское количество красивых названий. Красивое название. Вот. Сейчас вы увидите не просто. А гигантское количество. Знаете, как это делается? Смотрите. Взяли, повернули другим боком. Вот видите, вот она, да? Вот они немножечко смотрят, вот это яблочко, это вправо. А теперь они смотрят немножечко влево. Так, нет? Ладно, это будет потом. То есть, еще есть возможности замаскировать. Ладно. А теперь те, которые я нажал. Вот она абрикосовая. Вот она в Алма-Ате. Алма-Ата что? В Беларуси, нет? А? Еще где-нибудь давайте посмотрим. Ведь в большей части написано абрикос. Причем не обязательно абрикосовая. Вот. Украина. Яблони ранних вот терминов дозревания в Киеве. А что, Киев в Беларуси, что ли? А теперь внимание. Внимание. И вот я сейчас закончу листать. Внимание. Внимание. Фух, закончил. Сколько тут? Штук 100-200? А теперь ответьте мне, пожалуйста, хозяева вот этого самого. Назад возвращаюсь. Видите? Хозяева вот этого, вот этого. Называется сад. Город Минск. Вот телефоны. Вот они. Я уже обращаюсь. Я дружу с белорусами тоже. Мы все одной крови. Русские, белорусы, украинцы. Мы все одной крови. Пожалуйста, позвоните и спросите. Откуда дровишки? Я вам советую делать так. Рядом. Как я терминозы провожу. Просто беру вот этот самый фотоаппарат. Я нажимаю на громкую разговор. И записываю. Записываю, записываю этот разговор. Вы также нажимаете, то есть на фотоаппарате или что там у вас есть, записывающее. Сейчас вот телефоны можно записать. И вот он этот номер. Набрали и сказали, откуда это у вас яблони и абрикосы. Она мне очень понравилась. Скажите, я обнаружил 150 или 200 этих фотографий на разных сайтах. Даже не надо это говорить. Это ваша фотография. В вашем саду сделано. Ну, 90%, что скажут наши. Второй вопрос. Значит, тогда вырастили в своем саду. Да, в своем саду. Можно на сад глянуть? Эту фотографию на 200 сайтах. Мне надо, чтобы точно было на вашем сайте. Героятность, что это ваша фотография, равняется 0,5% по 1%. Ну, и так далее. Ладно. Вот. Итак. Теперь я еще больше, еще больше подозрений отношусь к вашей работе. Господа из Минсельхоза и продовольствия Республики Беларусь. Так. И вот теперь получается, что мои материалы как надо по-настоящему выращивать. Эти самые яблоки и прочие груши, абрикосы, сливоперсики. Вы это все переправили в институт плодовольство. Ответа, естественно, нет. И быть не может. Понятно. Вот. Что они скажут? Что это брак? Ну, у меня там сотни фотографий. Вот. Сделанных в моем саду. И, естественно, в Сибири. Шушенский рождается. Проходить анекдот. Это даже не анекдот. Это просто смешная реплика. Значит, газета, только забыл, какая. То ли литературная газета, то ли... То ли... Ну, в общем, напечатала письмо. Якобы девочка написала в своем этом... Ну, реферат, или как там сейчас в школе называется. Я, значит, ездила в Сибирь, в Краснодарский край, в Шушенский район. Я была на даче Ленина. Вот. Понятно, да? Только на даче Ленина. У нас принято считать, что ничего не растет. Поэтому меня не признают. Считают, что это все... Что, чем я занимаюсь, все это сказки. И вот, получается, мы только одну фотографию видели. Вот. Вы видели, что меня откуда-то болели. Вот. Еще скажу. Существует, существовало. И тогда вы были к месту. Итак, министерство существует. Так. Оно отвечает за промышленные сады, за то, что были у нас свои плоды, а не отрава из-за рубежа. Я, кстати, предложил-то безотравленную технологию. Ладно. Значит, существуют институты, которые готовят специалистов, агрономов, биологов, экологов. Так? Вот. Любой выпускник должен взять, берет, там, вот, помните, все, я вам листал, все, все, что деньги потратили, все это ушло в это. В дрова, в костер. Вот, в мертвые сады. Понимаете? Это их выпускники выпускали. Вот такие выпускники. Раз. Дальше идут отраслевые, эти самые, ну, и том числе, и то, что здесь упоминается, институт плодоводства, тоже надо. Что делает этот институт плодоводства? Может быть, я не знаю, учат этих же самых будущих биологов и агрономов, а может, уже и сорта выпускают. Сорта должны поступать на изучение в отраслевые, ну, рангом поменьше. У нас в России называется, называется опытное, ну, научо-опытное хозяйство. Там проходит процесс реагирования в конкретной местности. А потом это должно было, должно было быть, и попадал у государственные плодопитомники, а у них были регламенты и у них были даже стандарты. Там, допустим, первые классы, там, метр, второй класс, 80 метров, уже было. Хотя для меня это то же самое, что автомобильный запрос, чтобы пускать. Вот, ну, было-было, в тот момент лучше не умели делать. Поэтому метр считался идеалом. А меньше, значит, на доращивание. И вот, к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что у вас работает пустую, холостую. Ваш рынок полностью завален этими самыми, этими самыми. Сейчас как бы вам показать. В общем, разницы нет никакой. Если я сейчас возьму, вот здесь вот наберу, знаете как? Фото рыночные саженцы. Вот оно, видите? Фото рыночные саженцы. Вот они. Эта картинка в любом городе, включая даже не только Белоруссию, Украину, Европейскую Россию, даже Урал, Сибирь и даже самые северные места там. Северо-Свердловской области, Тюменской области. Вот. Где только это самое. Где-то Северо-Енисейск. Северо-Северо-Северо. Сахарин, Северо-Сахарин, это леса тут. Везде, в чем вот это. В любом месте. В любом месте. В любом месте. Вот это все. И все это не ваше. Все это, вам нечего хвастаться. Все это из-за рубежа. И посмотрите в глаза руководителями сельхоза в Белоруссии, которые меня тоже отправили. Ну, правда, поаккуратнее немножко. Все-таки прочли, чтобы дать более взвешенный ответ. Да, здорово, да. Но, понимаете, сибирский опыт не годится. То есть, по крайней мере, прочли. Вот. И теперь все это мимо вас. А это все, вот если это ваше, я верю, что это ваше. Ну, тут и ваше есть. Вот. Если это так, все равно. А это идет еще и из Польши. Кстати, видите, мертвые. Вот они. А вот эти еще живые. Но из-за того, что им сделали стамбур, сделали такую высоту, маленькие горшочки, они зеленые. А раз зеленые, все это умрет. Вот если бы ранней весной, пока они спали, был маленький шанс. Вот. Ну, то и то, если вот так вот берете минимум, самыми, как жалеются слезами. Но никто не хочет вот так отрезать. Отрежете нижнюю часть, еще как-то может, что-то там листики появятся, выжить. И вот получается, господа из Минсельхоза, вот. Еще раз к вам возвращаюсь, где вы там у меня делись. Господа из Минсельхоза, вы полностью потеряли управление этим процессом. Почему? Потому что промышленные сады выше показал страшная беда. А еще думали, вырастим, а там было написано, еще и на это, на, как это называется, еще пойдет и на экспорт. И все, что вы нам привозите, это, ну, польское, я уж по секрету, польское, а ваша Беларусь транзит. И все это мимо вам. Все это, то есть, свистят деньги, все свистит, все это, это. Вот такая у нас картина. Понимаете? И вот вы пишите. Мировая практика показала, что главная грамотная пресса. Мировая практика это, где? Играет зимой футбол на зеленых газах. Зимний чемпионат мира. У нас тоже бы пробовали перейти на зимний чемпионат мира. Идиоты. Ну, так же. А, они выигрывают мировой чемпионат. А у них зимний чемпионат. Давайте мы будем зимой футболами. Только вместо трусов спортивных одевали все-таки гетры. Колготки одевали. Вот. И все-таки мерзли. И уши мерзли. И этот смех и грех. Валит снег. Где минус 10-15. Вот тоже просвечилось и в садоводстве. Там дурь была. В футболе. И тут дурь. Мировая практика. Вы представляете? Замозят партию бикини, например, на Чукотку. Вы им бесплатно раздайте их. Зимой холодно. Летом гнус. Комары и мазка. Знаете, что такое гнус? Я знаю. Я помню, как нас гоняли. Как мы бегом из тундры мчались. Выскочили на эту. На слонированную дорогу. И там могли умереть. Вот. А вы это? Вот туда бикини. Нет, вы бикини на черноято. В Италии, пожалуйста, ходите. Так и деревья. Какая мировая практика. Какие известные деревья могут быть, когда любая рана, это... Мороз туда проникает. Частично касается Белоруссии. Потому что это... Ну пусть они белорусские. Учительный сыграет это самое, говорит. Зима это декабрь, на февраль. Три зимних месяцев. Специально засек. Просыпаюсь я 1 декабря. Сутки раньше было. Нормально все. Осень. 1 просыпаюсь. Пол метра снега. Ну вот надо же учиться. Откуда оно знало? Вот. Значит, вот она новая какая. То есть там тоже не такое уж этот самый. И морозы, помню, по западной Украине. Толеко не от этого. От министерхоза Белоруссии. Поэтому нет ни хрена. Поэтому и приходится. Извечивание дерева, на него набрасываются. Эти самые. Жуки. Пауки. Гусеницы. Вот. Тля. И прочая сволочь. Скажем так. Извините за не литературу. Не за научный термин. Прочая сволочь. У вас. А у меня я показывал предпоследнее лето. Сибирские курорты были провалены. Озера холодные. Наши знаменитые. Соленые. Вот. В дожди, дожди, дожди. А у меня специально съемки делал. Ближе к осени. Ни одного пятнышка. Ни на одном абрикосе. Ни на одной сливе груши. Ничего. Единственное, что я не обрабатываю. И яблоки, и груши, и линклоды. Пока свертывались в эти. Все-таки, для свертывания. Но это единственное, что это. Ни дырочек. Ничего. Зарощенные травой. Эти самые. Престольные круги. Нетронутые и даже огороженные специально муравейники. Вот. А тут еще эта глупость дикая. Уничтожим муравейники. Поднимем это. Делается, уничтожается здоровье дерево. На больное дерево, которое теряет иммунитет. Вот тогда только вот эти огромные колонии. Тли на них появляются. И тут уж раздольны для муравьев. Вот. А так. Я специально водил ученых. Даже там, где тля. Ну, какое-то количество. Для меня это норма. Это каждому надо кушать. С таким трудом находили хоть несколько муравьев. Все, друзья. Вот этот класс я заканчиваю. Не. Не дождите. Смотрите. Итак, мы с вами. Вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь, вот. Вот здесь, вот. Буду. Я лежу там, где мы были только сейчас. Итак, вы увидели, что этот питомник. Минский присвоил фотографию. Значит, что он продает? Скорее всего, польские. А Польша, знаете, как-то она там еще теплее. А не обязательно польские. Вот. Самый большой дрянь, говорят, с этого. С Сербии берут. То есть, вот то, что они выбрасывают. Подбирают. А те получают посылки. Вот он поздно, это. Боржове, как говорят, пить. Так и тут. Давайте еще посмотрим. Вот. Мы пока с одним разберемся. Понравится еще. Я вот, их может быть не один десяток. А давайте посмотрим. Вот это суперновинка. Раз суперновинка, значит, это может быть. Ну, как бы вам сказать? А вот что такое суперновинка? Сказать? Это значит, что он недавно появился, и его не могли еще присвоить. То есть, я надеюсь, что эта фотография была сделана в вашем саду. Господа из питомника. Сад. Вот. Найти изображение в Яндексе. Ну-ка. Я еще сюда не заглядывал. Мне самое интересное. Э! Какая это новинка? Если бы это была новинка, тогда, ну-ка, уральский дачник. Ага. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Саратове. Купить растение в Саратове. Ну и что? Какая все-таки новинка? Вот есть какая-то новинка? Но почему вы тогда эту фотографию берете из интернета? Ладно. Новинки, 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 новинки. Вот. Вот это вот. Видите, написано? Новинка. Смотрим, правда новинка? Или нет? А тут будет все, парочка фотографий, значит, это новинка. Вот. Я телегу больше на вас не хочу. О-о-о, ребята. О-о-о, ребята. О-о-о-о. Черешня в Есике. Где этот Есик? А? Это вообще где-то за границей. Я такого эти, 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 бухты в первый раз в ее жизни вижу. Мелитополь. Мелитополь, это извините, это самое, это Украина. Ну какая новинка-то? Опять же прокололись. Ладно, давайте еще, не все. Смотрим сюда. Ну с яблони, это самое, с аллоком, с аллочью пробую. Давайте посмотрим, самое, то что сейчас будет, это самое смешное. Скажем, пока. Нет, в начале моя любимая тема абрикос. Ваши абрикосы или с интернета? Вот. Давайте глядеть. Ну, я всегда, знаете, на что оба еще внимания обращаю? На черные абрикосы. Вот на черный принц. Это настолько редкость из редкости. Поэтому люди, когда сажен и садят, скажут, что это черный принц, примерно равен ноль. Итак, найти изображение в Яндексе. Ну что, опять присвоили фотографию из этого. Все с вами ясно. А еще страшнее хотите, я случайно заметил сейчас, когда не стал. Вот они сейчас. Итак, холловидное растение. Сейчас вы увидите растение, которое в природе нет ни одного и быть не может. Это значит, что обман продолжается. Холловидное яблони, груши, сливы. Я обычно делаю так. Я вначале набираю, например. Ну, например, холловидное яблони, да? Видите, тут как красиво, и крен поймешь. Вот, откуда. Ну, давайте посмотрим. И вот они, холловидное яблони. Ну, все, я уже вижу. Я, вот эти фотографии, я их уже столько раз критиковал. Вот. Они в интернете. Я сейчас могу набрать холловидное яблони в интернете, и вы все это увидите. Сейчас чему я так кланю, сейчас поймете. Вот, сейчас увидите. Вот, смотрите, вот это я критиковал уже раз сто. За свою жизнь. Вот я сейчас беру и ищу изображение в Яндексе. Сейчас поймете, почему. Вот, я сейчас белорусам обращаюсь. Да, и у нас все тоже там. Видите? Их вот так вот берут, у нас перевернули. То есть, смотрите, было вот так, а теперь вот так. И то, что я сейчас листать буду, это только часть. Видели? Нет у вас этого, это не ваш сад. Кто-то когда-то сделал фотографию, кстати, хреновенькую, что-то объясню. Хорошо, только на супер дураков. А у нас есть такие, нет, не так. На простых, наивных людей. Ну, вы что, видите все это? А? Почему всегда такое огромное количество присваивает эти самые, сказать? Потому что их просто практически не могут вырасти. Просто не могут. А продают под этим названием все, что хотите. Смотрите внимательно. Берите, дай, зальний план. Видите? И одного яблочка. Это обычное явление. Ладно, сейчас будет еще смешнее. Коловидные яблони встречаются. Давайте посмотрим, где у нас колновидное что-нибудь другое. Вот это все из интернета. Я даже время не буду терять, показываю вам. Это все из интернета. Так. Теперь снова нажимаем на колновидное растение. Так. Теперь самое интересное для меня. Я еще удивляюсь, почему они эти, сливы, абрикосы не продают колновидные. А колновидные груши выглядят вот так. Внимайте, внимание. Я на них тоже нагляделся. Вот. Обратите внимание, где доказательства, еще новинки, новинки. Где доказательства, что это Минск. Везде написано Минск. Видите? Груша изумруд. Груша сладкая красавица. Где видно, что она колновидная? Где? Смотрите в глаза. Где видно? Я вижу грушу. Вот она, груша. А что взяли, что она колновидная? Ладно. Что мы будем сейчас с вами делать? Мне надо сейчас маленько почиститься. А, ну-ка, ну-ка, поглядите. А как я красава? Это вы или вы? А, нет. Это уже следующая тема будет. Там мы не нашли абрикосы. Поэтому мы сейчас закончим этот разговор, а в следующем это будет, наверное, третья серия. Это как там первые две назывались? Хотите на них глянуть? Сейчас покажу, наверное, покажу. Вот это мое СНО-оспожили, это мой канал. А теперь смотрите. Это вы все будете смотреть, смотреть, смотреть. Вот, хорошо, если подпишетесь. У моих оппонентов миллионы подписчиков. Правда, они учат почему-то убивать деревья. Вот, сейчас, вот видите, горькие слова в адрес чиновников. Вот это одна серия. Вот, это тот самый текст. Вот там я больше подробнее. Вот это горькие слова в адрес чиновников. Вторая серия, это будет третья. А сейчас все четвертые сделают. Это очень важно, друзья. Сильно мы проигрываем западом. Дорогица нам поможет. Она нас травит, травит и травит. В моем саду нет ничего. Из того, что это там пропагандируется. Там спрашивали эти, которые воровье убивают. Вот, все убивают. Не только вредно, но и полезно. Вот, на секунду заскочим. Кто первый раз из вас белорусам. А, я даже добавлю слово Белоруссия. Вот, видите. Вот это галерея. Я не раз показывал, но в данном случае мне бы хотелось, чтобы вы это, белорусы, увидели. Вот, там главная моя задача такая. Надеяться на минсельхоз, что у нас будут промышленные сады. Видели. Я сам в другом уже номере этого самого, в Советской Белоруссии. Газета официальная, там было написано. Уничтожен, то есть полностью погиб пассажный сад. Нисколько гитар не помню, у меня в архиве лежит эта газета. Мне прислали. Вот. Я перевел белорусские садчики в доллары по курсу. И получилось 15 миллионов долларов было выброшено. А дальше, ну, мы сад восстановим. То есть, отвечено, наверное, на миллион 10. А может, это еще и 20. Доллар. Вот это есть. А вырастить для этого надо что? Вырастить. Нужно, чтобы удачи в садах была своя агротехника. Там невозможно обойтись в унижиках. Там есть свои проблемы. Поэтому они режут, режут, режут. Все-таки в Белоруссии немножечко выживает, потому что это теплее, чем в России. Но приходится все равно защищаться уже от насекомых. Раз дерево искалечено. Вот. И количество, если у них в Белоруссии по этой стандартной технологии, помните, он у меня сослался за одну из-за. Вот. На то, что... Ну, там и получается не 40 обработок, как виталий, а 10-20. Ну, все равно хорошего мало. Все равно для нас это неприемлемое, я считаю. Вот сад, в котором нет ни одного грамма, ни леграмма. Ничего. Вот. Мол, там он еще и не поливается. Но здесь есть какие-то сопутствующие этому условия, есть, которые противоречат. Которые противоречат, можно что-то сделать. Видите? Вот он, забор с северной стороны. Видите? Вот тебе и тепловая подушка. На этом уже, вот уже и персик. А вот здесь, видите, мы охранили. Это когда уже было около 200 плодопитомников, интернет-магазинов, которые перекупщиками являются. И не имеют своих фотографий, потому что нет садов. Мы их приславили. И вот в какой-то момент я начал делать локотип. Вы думаете, помыло? Вот так отрезаете. Все. И теперь это в свободном доступе, якобы. Все, друзья, заканчиваю эту тему. Вот. Привет белорусам. Пусть немного. Сидят за мной, человек 5-10. Вот. Но. Несельхоз. Это болото. Я вас упрекаю. Вы не стали развивать эту тему. Вы не стали изучать. Ваша задача, Несельхоз. Теперь помочь дачникам, дачникам. Если дачники будут выращивать сами. Начиная с нуля. С теми секозчиков, как я это начинал делать. Вот. Если вы поможете литературе. Например, если бы напечатали бы там 100 тысяч экземпляров моей книги. Ну, что было бы. Вот так вот. Сейчас я, кстати, покажу вам это. Сейчас. Готовится новая книга. Собираются деньги на нее. Смотрите. Вот она. Это моя четвертая книга. Вот. Первая была расхвата для 10 тысяч экземпляров благодаря Курлюмову. Вторая, третья. Так, по отреченке экземпляров сразу становится раритетом. А вот этот выйдет на днях. Вот здесь вот собирается средство на печать. Заходите ко мне в гостевую книгу. Вот она, видите, гостевая книга. То есть, набираете вот этот бупрами русскими. Са-и-ты. Са-до-о-до-железа. Ага, вот, вот уже есть даже. Са-и-то-железа. Описальный сайт. Верхняя строчка. Вот вы на сайте. Видели? Вот здесь та самая фотогалерея. Вот здесь гостевая книга, где рассказано про новую книгу. Вот она. Вот это прочтете. Вот. Кто хотите зайти на фотогалерею, пожалуйста, только не забудьте под язык положить в ледо. Это Сибирь. Где была дача ледя. Хорошая получилась. Шутка, да? Самые крупные абрикосы уже не только в России. Единственное, может, одного-двух на Украине быть такие же или даже чуть крупнее. Вот. Вот это моя норма современная. Не норма. Пока да, пока достижение. Все, друзья. Тукачев это разговор. Значит, нужны книги. Еще есть. Те, что я показывал, не так легко продать. Но есть учебные диски. Есть семена. Ляблонь. Есть посочки вишен, слив, абрикосов. Вот. Ходить такой сад иметь. Можете начать с нуля. Для этого надо владеть мою эгротехнику. И все без яда, химикатов. Начиная со 2-3 года без полива. Никогда. Все. Еще раз скажу. До свидания. До встречи на 4-й серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok